Нам приехал Наш родимый Федор Хипович Горохой Ну и сука же ты, Федька Кто это? Кто телефон? Шарик Какой шарик? Ну, шарик Ты кто? Пастух? Нет Ты собака А я думал, что ты пастух? Федька? Нет Хоров, кто пасет? Круталка! Куда? Куда? Правильно Костик и ты А кому за коров платят? При полном пансионе И моральном уважении Э? Погоди, погоди, погоди Что получается? Короче, я Костик А кто мне платит И торбу собирает? Его баба Почему? А потому как Я Промежду им И ею Соображаешь? Ха-ха-ха! Талант способности надо иметь Чую Призовут у меня скоро руководящую должность возглавлять шарик До того, как у нас Узаменимых людей Руководств Нет? А никогда не Талии Эпи Талии Талант ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это скульптура. Разве в жизни она выглядела так? Она возвышалась над фронтоном огромного здания в центре города. Она олицетворяла собой заботливое материнство, счастливое детство и вообще нашу постоянную готовность воспалить. А во что вы ее превратили? Впрочем, ладно. Давайте по порядку. Все началось с того, что мой приятель, потомственный горожанин и доцент от кибернетики Геннадий Евгеньевич Дубровин, спасаясь от городской суеты, решил приобрести дом в сельской местности. Представить Дубровина в роли домовладельца было выше моих сил. И я отправился к нему за разъяснениями. Так, сверельку мою не видел? Когда же я ее мог задевать? Свирельку в бархатном чехольчике Дубровин носил в правом кармане и никогда с ней не расставался. Она помогала ему сохранять невозмутимость и сосредотачиваться на решении неразрешимых кибернетических проблем. Нашел, чем заниматься. Свирельку мою не видел, а? Да, господи, ну что же... Куда же она запропастилась? В кармане. А? В правом кармане. Слушай, так вот, наконец-то я все понял. В свете моей новой теории положительных установок... Здравствуйте, здравствуйте. С вас пятерка. Надя Лидий. Ну вот, поразумеется. У него опять новая теория. Кстати, в прошлый раз это была теория голодания. Ну, допустим, у тебя застопралась работа. Ты понял, что твоя писанина никому не нужна. Неудача рождает отрицательную установку. Все, ты уже готов. В таком состоянии тебя можно брать голыми руками, понимаете? Лена, можно тебя на минуту? Ты извини, я догоню, я... Ну, что ты его... Ай! В учреждении Дубровин слыл человеком не только творческим, но и безотказным, что его изрядно утомляло. И вот, вместо того, чтобы одолевать следующие страницы своего романа измором, ты встаёшь и исправляешь выключатель. Все выключатели у меня работают нормально. Ну, хорошо. Хорошо, выключатели все исправны, но ты исправляешь розетку. Удачная и простая выполненная работа поднимает настроение. Это и есть положительная установка. Ну, сколько в твоей квартире розеток? Ну, девять, ну, десять, а что дальше? Эх, забора у тебя нет, и калитки, и крыша не течёт. Всё, надоело. Беру отпуск, отгулы и покупай дом в деревне. Буду там работать и жить. А что вокруг простые люди, простые, свободные отношения. И для этой свободы тебе не хватает только хозяйственных забот? Да какие там заботы? Дом необходим, как воздух. Дом для горожанина в деревне. Это неиссякаемый источник положительных установок. Да и знаешь ли ты его автор? Сколько стоит деревенчатый дом? С настоящей русской печью недалеко от города. От трёх до восьми сотен. Дешевле, чем этот многоуважаемый шкаф. Ну, это такой дом. А мне какой нужен? Короче, у тебя есть знакомый председатель колхоза? Ты же всё-таки пишешь о селе. Знаешь, только, так сказать, отстающего беседы, трескотнейшую мехи. Директор вполне отстающего совхоза в числе моих знакомых был. Только... Что только? Ну, ты же знаешь, тут нужен особый подход. Да? Слушай, тогда нужно обратиться к свату насчёт подхода Финська Шгений. Ой! О, это вам. Что вы, зачем? Да нет, это не вам. Это герои... Вот они. До срочного ввода метрополитена. Ясно? Вы подходите, вручаете им цветы. Вы ведь его же ещё не построили. Да это чепуха. Пока проявим плёнку, пока смонтируем. Поймите, Виктор Аркадьевич Сватов работает на перспективу. Мотор! Поймите, Виктор Аркадьевич Сватов в любой безысходной ситуации мог предложить выход. Стоп! Снято! Задачу понял? Нужен дом. Костюм. Нет, 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 нет. Не годится? Отлично! Вот так можно ехать. Осторожно! Двери! Дайте мне мегафон! Открываются! Поехали! Станция в промежутке. И вели на мосты. Итак, смирея, друзья. Вперёд! Мосты на ветерану! Вот так хорошо. Граждане, минуту, минуту. Товарищ, вы куда? Есть же очередь. А вы что, ветеран? Да нет. Вот и хорошо. Что может покорить аборигенов? Дефицит. Оп-ля. Вот люди жили, а! Здесь была мельница, здесь беседка, а там аллея. А теперь это чьё? А теперь всё народное, всё бесхозное. Ха-ха-ха-ха-ха. Мне в жизни, товарищ кинорежиссёр, если б должность директора была стоящей, разве ж меня б назначили? Да, да, да. Может, мы сначала недвижимость осмотрим? А чё осматривают? Чё осматривают? Виктор Анкаевич, берите пока я лопух, пока я не передумал, а то дрова-то дороже стойли, да? Главное, мне не дом, понимаете? Главное, место. Место красит человека! Правильно, Геннадий Евгеньевич! А место тут! Курорт! Я в Подорье! Мечта! Да, и речка рядом. Скажи, Куприяноч! Скажу. Да-да, место с выходом к Черному морю. Вот именно! Примей дезинфекцию, Куприяноч! Приму! Один алкаш говорит, жаль, что у меня рот тут, а не тут. Представляешь, сколько бы влезло! Оформлять, что ли? Оформлять! Вы бы Петр Куприяночеркнули пару слов для порядка. Сами знаете, нельзя без закорючки, ведь взгреют меня, если что. Взгреют? Если что! А я вот не люблю, когда, как сказал поэт, народное богатство приходит в унылое запустение. Оформляйте, оформляйте, раз руководство согласное. Так Геннадий Евгеньевич Дубровин стал полноправным владельцем недвижимости. И неожиданно для себя окунулся в постижение жизни. Кто-то из классиков сказал... Что-что? Да кто-то из классиков сказал, что самые лучшие мысли в голову человека приходят, когда тлеют угли камина! Ой, черт! Ну вот, положительные установки начались. Славян. Соседи объявились сразу же. Ветеран войны Константин Павлович и его супруга Анна Васильевна. Поселившись в деревне задолго до Дубровина и основательно здесь обжившись, они привносили в сельскую попею доцента неспешные ритмы нового, непривычного горожанину бытия. Чего молчишь-то? Дал коня Федька, а? Ах, будь ему сто коня. Плуг искали, искали, так и не нашли. На кой нам тот конь без плуга? Завтра, что ли, за плугу пойдешь? Ах, завтра удел на сену выходить. В первом деле, он говорит, общественное. Жили соседи Дубровина на земле, подчиняясь ее законам, определенным ровным размеренным вращением хозяйственного календаря. Пахать, сажать, окучивать, завести дров, накосить сено, подправить забор. Давайте угощаться. Подробно заменишь, окна и двери. Хата, что надо. Вроде дача. А Федька с мальцами подрубу и заменит тебе. Только много возьмут. Он заменит. Такой же работничек, как и ты, одношайка. А что, Федька, это бывший хозяин дома, что ли? Ну как же, хозяин, хозяин. У него ничего своего отродясь не было, ни курицы, ни петуха. Вот оно, вот его хозяйство. Женка и та в городе, одним словом, квартирант. Вы ешьте, ешьте. Спасибо, спасибо. Чего только в нем нашли. А стук был. Теперь бригадиром стал. Исполна тебя заноси. Заполета было. Да, 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 да. Федька, звучит, как всегда. Два венца, чисто сгнили. Четверо мы сработаем, если будете помогать. Но, Геннадий Евгеньевич, четыре сотни это будет стоить. Вот смета. Извините, но если честно, то дать, что делать? Раз такие цены. Я же говорил вам. О, из вашего материала. Обожаю, Федька, стопку под курячью подплопку. Налей, ветеран. Как человек разумный, Геннадий Евгеньевич Дубровин всегда был готов следовать добрым советам. Вот и на этот раз, при исполненной оптимизмом, он с головой погрузился в отношения с местным руководством в поисках первых положительных установок. Товарищи, прошу высказываться, только культурно. Восемь бревен нам погоды не делает. Тем более, их все равно нет. Но выписать-то человеку можно. Только сначала надо оплатить. А зачем платить? Пишем на баланс. Тем более, транспорта нет и все равно не будет. А бревна давно распустили, товарищи. На доски. Доцент просит культурно, неудобно отказать. Ну, а кто возражает? Послезавтра выпишем, а завтра пускай зайдет. Неправильно, завтра выходной. Магазин не работает. Прошло две недели. Ну как? Все нормально. Федор Архипович с мальцами не появлялся? Нет. Ха, черт. Ой, а Федор Архипович где? Дочь совхозного бригадира Анжела была девушкой скромной, но хорошо воспитанной. А та поболеет. Она, между прочим, с вашей хатой возится. Вообще не с руки. Да неудобно. Теперь, поскольку руководство. Рудовая, можно сказать, интеллиганция. А за угощение? За выпивку работать грех. Выпивку мы за так ими. Анжела! Там крат нужен, иначе мы твою хату не поднимем. Может, не один нужен? Нужны два. Если что, вы обращаетесь к хорошим людям и всегда всей душой. Анжела! Отрубаюсь. И начали, девочки! Отличненько! Грациозно! Хорошо! Хорошо! Вот так, умнички! А теперь ножку верь. Фламинго! А ты... Так, все не так, стоп! Ну, ты как всегда в своем репертуаре. Что это вы здесь изображаете, а? Да вот, приехал поработать в тиши. Готовлю грандиозное шоу для китобоев. При всей деловитости директор совхоза Птицын испытывал в жизни только одну слабость. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Привет работникам киноискусства! Любовь кино расширяла его кругозор и заметно помогала в общении с людьми, далекими от конкретного производства. Купаемся? Или что случилось? С вашими порядками он уже накупался. Вон, почти весь синий стал. И все из-за каких-то восьми бревен. А, понимаю! Понимаю! У нас этот вопрос еще плохо поставлен. Ага, что у вас хорошо? Если материалы посторонним не положено. Я вон тут в конторы ехал. Да у вас трактора, весь дело стоят. И солярку жгут. Им что, двигатели тоже выключать не положено? Понимаю! Экономический кризис, режим экономии. Да стоит ли расстраиваться, товарищ доцент, из-за каких-то восьми бревен? Да это все пена! На волнах перестройки! Мы сами навалимся и поднимем ваш дом. Сами и навалились. Бревна оказались не нужны. Дубровин, проявив неожиданную хозяйственную сообразительность, поднял дом на кирпичный фундамент, используя соседей вместо домкратов, а меня в качестве бедома мешалки. Вот развод. Чуть еще давай! Куда разгружать? Спасибо, уже не надо. Как? Хорошо. Как знаете, наше дело обеспечить. Обещали бревна, пожалуйста, мы люди обязательны. То, что я открыл. Здравствуйте, строители! Привет работникам кино! Деревня Переделкина. В смысле, все переделывать надо. Что-то я не вижу Федора Архиповича. А я здесь, где шампанское дают. Федя Архипович, тут как тут. Привет, Геннадий Евгеньевич. Участие и помощь, которую Федор Архипович чуть не оказал городскому ученому, делали его в собственных глазах здесь человеком в конец своим. Я давно хотела спросить тебя, Федюня, что ж ты с Кирду за садом-то гноишь, а? Нет бы людям для скота подстелить. Нельзя подстилать. Не положено. Хоп, народ! Соломы для скота на подстилку. Эволюция политического невежества жирно жить стали. А все потому, что даровое. Точно, Гуприянович, даровое развращает. Хуже проституции. Усложняет руководство народом. А за деньги? За деньги? Ни в коем случае. Общественное не положено. Не понимаю. Вообще многого не понимаете? Как так можно с хлебом? Что же тут делается? Да, проехали по полю на тракторе. Но чтоб короче. И что? И сразу паника. Как можно? Да так можно. От нервов этих крови вырабатывается отсюда филин. Скажи, Евгений. Адреналин. Правильно, адреналин. Еще хуже. Вот ты же не будешь по полю на тракторе ездить, правильно? А я поеду. Это для вас, которые в городе, хлеб такая возвышенность. О, все газеты переполнены. О, хлеб. А, это не то. О, хлеб. Битва за хлеб. Золото Кубани. Всесоюзный каравай. Каравай. За талонами вставай. А я поеду. Потому как хлеб это производство. Он поедет, чтобы вовремя обеспечить город продовольствием. По конвейеру поле-магазин, магазин-поле. А мы люди обязательные. Простые, непритязательные. Да. Интеллигенция для нашего народа, что беспризорная коза для хороду. Не будет с ней сладой, нет? Вот праздник, директор, был сочувственный. А это так. Чушь какая-то. Доброго здоровьего. Не помешали. А что-то Виктор Аркадьевича не ведет. Да он на речке, кажется. А что такое? Да у меня дело к нему с войска. Ставим сюда. Федор Иванович. Вы ведь тоже, кажется, по научной части. Можно подумаем, как насчет того, чтобы родной мое чадо пристроить на обучение. В институте нам какой-нибудь мутер настаивает. Что? Мать по иностранному. Это не глухой я. Мутер. Еще хуже. Давай за ним. Ценила образованность, Федор Архипович. Наука представлялась ему чем-то вроде большого корыта, однажды пристроившись, к которому больше можно забот не знать. А может, лучше в училище? Там и экзамены сдавать не надо. Ну, как же в училище? Ведь в школе все пятерки. Кстати, в институте экзамены может не сдать, да и учиться трудно. В училище? Ну, что ж, встань сюда. Ну, пусть в училище. В училище тоже. Геннадий Евгеньевич, нам надо с вами как-то по-соседски устраиваться. Вы нам, мы вам. Спасибо, я не курю. Тем более, что и вам честь и хвала ученых делает из бревен. В училище пойдешь? Не пойду. Бери пузо, бржон ливное. Отца позорить! Ты как себя ведешь перед людьми? Бери пузо, бржон ливное. 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 Лучше не ссориться. Особенно, если они к нам со всей душой. Черт знает чем здесь только не приходится заниматься. Душа у Федора Архиповича была щедрой. Это мы сейчас. За услугу он всякого был готов взаимно отблагодарить в меру щедрого же таланта, состоящего в искусстве воровать. Два момента! А между прочим, капусту нужно оплатить. Взвесить и оплатить. Или государство обеднеет четырех кочанов. Геннадий Евгеньевич, ты где что-то оплатить-то? Глухомань! А вы, собственно, где живете-то? Намек понял? Мать вашу, так? Все будет. Федька, не дурак. Вперед за мной, это по пути. И, будучи родителем за общественное, от личного он его никогда не отделял. Моя мудр в город переехала по научной части. Так что это дело замочить надо. Три момента. Да, конечно. Вы нас, конечно, извините. Но сами понимаете, дела. Ай! Капусту Федор Архимович себе не взял. Было у него строгое правило. Для себя не красть. Здесь-то и заключалась главная его хитрость. В глазах местного начальства слыл Федька незаменимым родителям за общественное и неподкупным стражем всенародного добра. Так, вот я и поймал тебя, голубка. Вместе с поличным и Костиком твоим беременным. Сено колхозное, разгружай взад. Слышал, что сказал товарищ капитан? Так, ну вот, тачку как средство преступного действия мы конфискуем. Тачка соседская! Товарищ майор, товарищ майор, вы бы нам пособили. А я-то благодарю. Все будет по-людски. Дом у меня есть, как слеза. Товарищ майор. Товарищ майор. Товарищ майор. Ну, Федор Архинович, я тебе покажу слава МЦСПС. Что такое? ОТО! Вчера, не сегодня. А сами-то! Как что украсть, так Фёдор Ахимович, Фёдор Ахимович, а как жареным запахом, так сразу пить вон отсюда. Так, ничего, значит тут разбираться ещё неизвестно, кто лучше виноват. Вот вы у меня где все. Чтоб толку твоего не было. Какой офицер, ну сука. Да, попал. Ничего, у меня ещё лучше материальчик. Вот так и стал Федька как бы причиной беспорядков, получивших огласку, и был как причина решительно устранён. Здесь-то и произошёл первый поворот в нашей истории, приведший к непредсказуемым последствиям. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова